Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатим с вами из ангара Эмиль 2. А перед тем, как мы с вами начнем, я хотел бы попросить каждого из вас, как обычно, кто еще этого не сделал, подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео. Я буду очень благодарен вам за поддержку моего канала, за оценку моих трудов, ну и поддержку моих начинаний. Итак, будем смотреть мы сегодня Эмиль 2. Это девятка, которая стоит непосредственно перед кранвагеном. Но, соответственно, это последний рывок и, как видите, эти два танчика, они очень похожи между собой, ну прям вот вообще, как два брата-близнеца. Единственное, что там добавлено, вот это какая-то там какая-то фигулинка-бордюрчик, где-то что-то немножко, даже вот эти штучки-лючки, они там, в принципе, похожи очень сильно. То есть, танчик, который готовит вас к тому, что вот прям вот так вот смотришь и вот так вот смотришь и думаешь такой, ну типа разработчики могли бы что-то немножко дорисовать. Ну, трубы вы там перерисовали, да? Ну, добавили здесь вот такие вот фигулинки вместо вот таких вот впадинок. Ну, вау. Но, ребят, что необходимо понимать? Этот танчик готовит вас к тому, что вы будете катать кранвагена. Я не знаю, честно говоря, хорош ли Эмиль настолько, чтобы вместо кранвагена его катать. Все-таки десятка нужна для того, чтобы за десятки, ну, играя на десятки, лучше, допустим, реализовывать те же самые бустеры золота. Но, насколько, честно говоря, вот эти танчики между собой разнятся, вам необходимо либо поиграть самим, либо посмотреть мои обзоры и посмотреть, как тот или иной танчик ведет себя в бою. Итак, краткие характеристики по танчику. Две пушечки. Одна пушечка с временем перезарядки в 22 секунды магазина, без дозаряжания. Ну и, соответственно, это просто обычный барабан, который вам достался в наследство от Эмиля-1. Поиграв на этом с привычкой от Эмиля-1 на девятках, вам будет немножко тяжеловато выкачать себе вот эту пушечку, потому что все-таки на девятке, играя с таким орудием, сложнее реализовывать себя в бою, чем на восьмерке. Но, я думаю, здесь объяснять особо подробно не стоит. Итак, здесь вы получаете десятое орудие. Если я не ошибаюсь, это то же самое орудие, которое вы получаете здесь. Итак, здесь 12 сантиметров, Акан-Л-40. Здесь у нас, пожалуйста, 12 сантиметров, Акан-Л-40. То есть та же самая пушка, которая просто перекочует вам на кран. Здесь вы можете увидеть краткие характеристики. Урон в минуту 2000 неполных, но я бы не сказал, что это является показательным. Все-таки фан от этой пушечки немножко в другом. Время перезарядки между выстрелами неполных 4 секунды. А это очень приятно. Вы заносите за каждый свой выстрел обычными подкалиберными, которые идут у вас в комплекте, 252 единицы урона. Ой, простите, это бронепробиваемость. 252 единицы очень неплохо. А среднего урона 400 единиц. Это очень классно. Почему? Потому что если вы будете заносить в среднем по 400 каждые 4 секунды, то за свой магазин вы наносите 1200, если мне память не изменяет в элементарной математике. 1200 это очень неплохо, исходя из того, что прочность самого танка составляет 200. То есть, в принципе, за два барабана вы можете разобрать, ну, вполне спокойно, кого-нибудь одного. Да и плюс к тому, стоит отметить, что вам необходимо не дожидаться перезарядки всего барабана, а шотить через каждые 9,5 секунд. Ну и, по-моему, будет неплохо. Итак, идем в бой, а там дальше все обсудим. Итак, мы попали в топ, это уже неплохо. Сейчас посмотрим, куда поедут союзники и будем их поддерживать. Я люблю, честно говоря, всегда смотреть, куда едут союзники. И уже ехать с ними, а не пытаться задавать тон и рваться куда-то самим в бой. Очень часто бывает такое, что ты куда-то ломанулся, в принципе, как, не знаю, там, школьник с контрольной куда-нибудь погулять. Ну, а оказалось, что с тобой никто не пошел. В итоге весь класс писал контрольную, ну, а ты, как лошара, прогулял и потом имеешь проблемы. Вот так и в игре. Куда-нибудь сам поехал, нарвался, отхватил, хлебнул горечко, ну и, в принципе, вернулся назад в ангар, не сыт и не жрался. Что касается динамики данного танчика. Мне, честно говоря, динамика данного танчика очень нравится. Она очень комфортная, она очень удобная. И сказать, что есть проблемы с перемещением по карте, ну, я бы не сказал. Что касается точности пушки. Если не считать вот эти вот непонятные какие-то подкрутки самими разработчиками, и когда ты вроде бы у себя в кругу сведения видишь исключительно танк, стреляешь, а снаряд каким-то дивным образом пролетает сквозь него, то, в принципе, пушечка очень точная. Как вы видите, система дозарядки, она позволяет вам шотить чаще, чем на барабане. И это очень приятно. Вот если вы немножечко привыкнете к такой системе перезарядки пушки, если вы начнете ее интуитивно чувствовать, то вам будет играть очень комфортно. Мне, честно говоря, эмильчик второй, ну, прям, ну, вот, совсем-совсем нравится. Это вот тот редкий случай девятки, когда девятка, ну, прям совсем ничем не хуже, чем десятка, которую ты пытаешься выкачать. Я оставил себе этот танчик в ангаре. Мне он очень сильно нравится. И, честно говоря, ради фана я иногда его выкатываю. Итак, вот он, ваш барабан в действии. Мне, честно говоря, приятно. Я думаю, что и вам этот танчик будет доставлять удовольствие. И я уверен, что этот танчик для вас будет таким, знаете, ну, прям, ну, очень-очень мягким подстилом, по которому вы пройдете к десятке. Очень тяжело и очень сотужно вот так вот отыгрывать, если тебе необходимо выкачать десятку, которую ты хочешь, а до нее тебе необходимо, ну, прям, ну, очень сильно страдать. Здесь же эта веточка, почему я всегда ее рекомендую как первую ветку для прокачивания, это из-за того, что данная ветка является, по-моему, скромному, субъективному мнению, самым, таким, знаете, легким путем к десятке, который, кроме удовольствия, фана и расслабления, вам в бою ничего не доставляет. Ну, вот как-то так вот зашел, покатался, вот как-то сделал два фрага и, в принципе, красиво. Ну, не знаю, может, кто-то имеет другое мнение, напишите об этом в комментариях. Для меня лично этот танчик очень приятный в игре. Ну что, братцы, давайте посмотрим результаты боя. Как вы видели, в бою мы не напрягались, мы не продавливали прям какой-то фланг, мы спокойненько нормально закатились и поиграли. 1835 урона, два фрага, пускай даже не до битки, но все-таки мы их тоже шотили по чуть-чуть. Вы получаете, если не считать, там, 2х, то тысячу с копейками единиц опыта. Вы получили среднячок, два фрага, ну, по-моему, довольно неплохо, как для танчика девятого уровня. Итак, мы зашли еще на одну каточку. Сейчас посмотрим, что мы сможем сделать против десяток. Я, честно говоря, ну, не совсем... Кто у нас там есть? У нас там есть Объект 263, довольно быстрый перезарядник. И еще одна ПТ-шечка ему, как говорится, в помощь. Ягдиггер. Ягдиггер. Ну, ягдиггер, да и ягдиггер. Голда нам абсолютно не помогает против этой десятки. Ну, вот, откатиться назад на этом танчике, возвращаясь к вопросу динамики, не составляет какого-то определенного труда. Отыгрывать где-то от каких-то холмов, ну, мне лично комфортно на этом танчике. Он не является прям каким-то тугим к тому, чтобы где-то выкатиться и немножко прицелиться в кого-то на холме или с холма вниз. Отыгрывать от башни, с учетом того, насколько высоко находится орудие по отношению к корпусу танка, довольно комфортно и довольно удобно. Мощности двигателя в целом достаточно, для того, чтобы подкатываться куда-то на вот такие вот горочки. Попытался кинуть наугад, но я так понимаю, что навряд ли на это получилось качественно сделать. Пробитие. Есть пробитие. Восеницы сбиты, отстряжение невозможно. Пробил. Восеницы повреждены, шанс разрыва увеличен. Так, не хочется мне, честно говоря, сейчас здесь умирать. Вот так вот попытаемся мы немножко дать дёру. Углы наводки, в принципе, наверх неплохие, но горка очень сильно высокая. Ну, вот и отправили мы последнего противника в ангар. Итак, по результатам данного боя мы нанесли 2000 урона, мы сделали один фраг, мы отыграли по результатам 1387, получили опыта, не ушли в минус по серебру. Мы заняли своё почётное, опять-таки, средниковое место в рейтинге вашей команды, но в целом, посмотрите на результаты. Мы накосили не так уж и мало. Могли бы, конечно, и больше, но могли бы и меньше. Суммируя, хотелось бы кратенько сказать. Данная машинка доставит вам удовольствие, доставит вам фан, о котором я постоянно говорю, и она будет доставлять вам минимум хлопот в том, чтобы выкачать десятку кранваген. А это, по-моему, самое главное. Поверьте, ребята, вы пройдёте эту машинку налегке и с удовольствием, и получите свою заслуженную десяточку. Всем благ, всего хорошего, играйте в танки, получайте удовольствие, возвращайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео. До встречи в боях!